Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Мы с вами очень много говорим о ценах, о том, что астрономическими темпами они растут. И, собственно говоря, приходя в магазин, многие сейчас уже приходят не в продовольственный магазин, супермаркет, а в музей. В музей посмотреть и домой, и домой. Слюни выработались, глотнули и домой, что называется. Смешного, конечно, мало, на самом деле, потому что люди попросту не могут позволить себе уже самое необходимое. Закредитованность страшная. Я вот изучил вопрос. Микрозаймы до заработной платы именно на продукты питания бьют все рекорды. Вы знаете, что эти займы под бешеный процент выдаются. Это дикий стресс для человека, дикий стресс в семье. Это стресс, значит, который до дальнейшем дает осложнение на сердечно-сосудистую систему. То есть здесь нужно рассматривать не столько в контексте повышения стоимости продуктов и вообще товаров в магазинах и непродовольственных и так далее, но и в целом всю эту цепочку, что зачем следует. Значит, коммерсант сообщает о том, что упаковки продуктов в России начали уменьшать из-за роста цен. Но самое простое, что можно сделать, это не пытаться сдержать рост цен, когда сдержать его попросту невозможно, а уменьшать упаковки. Ну, например, вместо, значит, килограмма там 800 грамм. Цена та же, да, цена не растет. А потребитель получает не килограмма 800 грамм. Вроде не настолько меньше, там, ну, 200 грамм, что там. А, значит, производитель получает возможность продать в сеть и сеть сады. Это, конечно, друзья, вы понимаете, скоро бумаги там сколько, не сколько там, 62 метра или сколько ее в мотке, будут 10 метров ложить, например, да, и будем растягивать удовольствие, собственно говоря, на подольше. А потом, возможно, вообще, знаете, как сделают, чтобы мотки много не обрывали, бумажки туалетные, попросту сделают ее, наверное, такими квадратиками небольшими, чтобы вот на палец просто вот хватало прикрепить небольшими квадратиками, так в упаковочках таких, знаете, чтобы прям открыл упаковочку, и там сантиметр на сантиметр, вот, и таких там 30 штучек. Я сейчас, кстати, вот скажу, и это кто-нибудь услышит. Будем потом. И еще какой-нибудь примут нормативный акт в плане того, что, значит, вот, как нужно этим пользоваться. И Малышев обязательно об этом расскажет нам. В российских магазинах в последнее время стало появляться все больше товаров, чей размер отличается от привычных. Производители продуктов из-за роста цен начали уменьшать их объем. Как стало известно газете «Коммерсант» от источников в розничных сетях, компания «Нестле» начала поставлять шоколад «Россия» весом 82 грамма вместо привычных 85. Ну, казалось бы, 3 грамма, но в общем, если мы возьмем, то, естественно, меньше. Объем питьевых йогуртов «Данон» уменьшился на 10 граммов до 260. В упаковках макаронных изделий «Макфа» теперь содержится 400 грамм, а не 540. Здесь значительно 140 грамм макарон меньше. Компания «Хайникин» начала продавать пиво объемом 0,43 литра вместо привычных 0,5. Алкоголь-табу курение вредит здоровью. Значит, в целом более чем пятую часть новых молочных позиций составляют товары со сниженным объемом. О прошлом издании производители сообщили, что таким путем пытаются сохранить ее доступность. Меньшая упаковка не так заметна, как повышение цены. И не придется экспериментировать с рецептурой продукта ради экономии. Накануне Минсельхоз обрадовал сектор «Приз» на барабане возможным подорожанием молока, хлеба, сахара и овощей. Ну, естественно, именно продукты первой необходимости, молоко, сахар, они и не растут в цене. Значит, друзья, что я хочу сказать. Естественно, сейчас зайти в магазин просто страшно становится. Цены растут как на дрожжах. И еще раз скажу, что я получаю от вас комментарии, читаю, это просто страшно читать, когда вы пишете о том, что заработная плата там 30-35 тысяч на семью. И там из четверых человек, например, двое взрослых, двое детей. Ну, я имею в виду совокупный доход 35-40 тысяч. И на эти деньги нужно, во-первых, заплатить коммуналку, значит, необходимо приобрести продукты питания, лекарственные препараты и так далее. А сейчас в магазин, если раньше вы могли зайти, там, не знаю, 500 рублей, вы действительно что-то могли, тысячу рублей что-то приобрести на эти деньги. Сейчас эти деньги вы оставляете и выходите в практически в два раза с меньшим объемом, в два раза пакет меньше. Ну, вот и все. Поэтому, конечно, это чудовищно и самое главное, что в этом контексте стоит сказать и о росте пенсий и заработных плат. А его практически нет. Вот подписали о росте пенсии, повышении пенсии на 8,6%. Ну, да какая инфляция? Мне кажется, я предполагаю, она далеко не такая, как сообщают официальные органы. Официальные, да, значит, Центробанк в частности. Если говорить о зарплате, мы же говорим не только о росте цен. Вот сейчас на продукты питания, да, стали уменьшать. Ну, еще раз говорю, скоро придем, все будет вот в таких вот микро, микроупаковочках стоять по той же цене. Только в микро. Ну, все по 100 грамм. Знаете, как это, там есть магазины, все по 50 рублей, а тут будет магазин, все по 100 грамм. И цены все те же самые. Все. Зато цены все те же самые. То есть, это, знаете, как, значит, не быть, а казаться называется. Это ужасно. Ну, а цены, например, на жилье, если мы возьмем, они бьют все рекорды и попросту уже не то, что невозможно с помощью заемных средств еще чего-то приобрести. Вообще уже просто невозможно становится приобрести квартиру. Потому что даже в ипотеку, ипотечные ставки растут, все растет, зарплата не растет, да. При этом Минтруд сообщает о том, что пенсионеры работающие, совокупно пенсия плюс работа получает в стране в среднем 66 тысяч рублей. Я ни одного такого пенсионера и не видел сам, и от вас тоже не получал ни одного такого человека сообщения о такой пенсии. Получал максимум, по-моему, что-то там в условиях Крайнего Севера, кто-то писал о пенсии в 30 тысяч. Ну, естественно, пишут о том, что бывшие судьи, силовики там и так далее, чиновники получают пенсию повышенную, да, при этом в комментариях пишут. Поэтому, друзья, я бы хотел сказать, что, конечно, эта ситуация довольно плачевная, не просто напряженная, а плачевная, ибо она касается каждого из нас, потому что мы все с вами, что делаем, потребляем продукты питания, и, естественно, приходя в магазин, покупая, мы просто приносим домой показуху, то есть, как бы цены не растут, но домой мы приносим продуктов меньше. Соответственно, мы, их нам хватает на меньший срок, либо мы вынуждены, что делать, экономить. Друзья, может быть, кто-то из вас уже заметил, собственно говоря, эту тенденцию и приобретал товары с упаковкой уменьшенной по той же цене. Напишите, пожалуйста, интересно, по разным регионам, посмотрите, какая ситуация. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, еще раз повторюсь, кому интересно. Резервный канал Будда Гришна Live, Instagram Будда Гришна, нижняя подчеркивает ничка на латинец, на русском Будда Гришна, три российских флага. Всем пока, друзья, до встречи.